Ученые и преподаватели до сих пор спорят, в какой форме и как должны проходить экзамены в школах и вузах. А пока идут эти споры, школьники пишут первую тренировочную работу по русскому языку в формате ЕГЭ. Школа получает задания рано утром на сайте Московского института открытого образования. Эти работы имеют безусловную пользу для учащихся и для учителей в том числе, потому что позволяют диагностировать знания учащихся. Хочется отметить, что это именно диагностические, а не контрольные работы. Позволяют спланировать сопутствующие повторения и осуществить индивидуальный подход к обучению учащихся. Психологи в школах наблюдают, как тренировочные работы помогают старшеклассникам преодолевать внутреннее напряжение перед государственным экзаменом. С моей точки зрения, как школьного психолога, эти задания весьма способствуют, так как помогают и с технической точки зрения, и с моральной. Задания первой части экзамена проверяются с помощью компьютера, а сочинения рассуждения – учителями-экспертами. Самое слабое место в сочинениях выпускников – это комментарии. Ученики часто заменяют его простым пересказом. Надо больше читать художественную литературу. На что же нужно обратить внимание десятиклассникам, чтобы справиться с этим трудным экзаменом? Сегодня мы писали пробный ЭГЭ, и будущим одиннадцатиклассникам хотелось бы пожелать, чтобы они уделяли больше времени учебе, прислушивались к рекомендациям учителей и начинали готовиться к ЭГЭ заранее. Я думаю, что главное – это не дотягиваться до конца, учиться в школьные годы, ну и собраться на экзамене, чтобы не волноваться, ничего, нормально все сделать, написать все свои мысли. Эти тренировочные задания помогут выпускникам понять свои ошибки и лучше подготовиться к предстоящему экзамену. Наталья Корецко для учебного радиотелецентра. Давид говорит, потребved у переноса. Тренировочный вражь. Мы реальными головами принимаем эмоции.